Национальный план действий предвыборной платформы партии Нуратан определяет индикаторы и показатели, касающиеся реализации программы «Доступное жилье». Итоги реализации 2013 года показывают, что поставленные в программе задачи по созданию полноценного сбалансированного рынка жилья, привлечению частных инвестиций в жилищное строительство, развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки, индивидуального жилищного строительства, решение вопроса сноса аварийного жилья и развития строительной индустрии успешно решается. Так, за 2013 год по всем источникам финансирования на жилищное строительство было направлено 477,8 миллиардов тенге инвестиций, или 107% к 2012 году, введено в эксплуатацию 6,8 миллиона квадратных метров общей площади жилых домов, что составляет 101,5% к 2012 году. Улучшили жилищные условия более 200 тысяч человек. В общем объеме ввода жилья более 52% или 3,6 миллиона квадратных метров приходится на долю ИЖС. Это на 7% больше, чем было построено за 2012 год. За счет средств республиканского бюджета построено 11 373 квартиры площадью 703 тысячи квадратных метров, что почти в два раза больше, чем в 2012 году. В рамках развития индустриального домостроения в республике предусмотрена реализация 17 проектов домостроительных комбинатов с общей проектной мощностью порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья в год. В 2013 году введено в эксплуатацию 8 ДСК с общей проектной мощностью порядка 800 тысяч квадратных метров жилья в год. Оставшиеся 9 проектов ДСК планируется ввести в текущем году. В программе «Доступное жилье 2020» предусмотрено ежегодное увеличение объема строительства с доведением к 2020 году до 10 миллионов квадратных метров. В текущем году предусмотрено строительство 6,9 миллиона квадратных метров жилья по всем источникам финансирования. За два месяца текущего года уже по всем источникам финансирования на жилищное строительство направлено 59,3 миллиардов деньги инвестиций или 130% к аналогичному периоду 2013 года. Введено в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров общей площади жилых домов, что составляет 119% к аналогичному периоду 2013 года. Таковы краткие итоги реализации программы. Наряду со сказанным за прошедшее время отрабатывались различные вопросы, возникающие при реализации программы. Ход выполнения программы ежеквартально рассматривается на селекторных совещаниях с участием Акимов и руководителей госорганов в правительстве. Также по данному вопросу были проведены парламентские слушания. Так, с 2012 года постановка на учет граждан, которым может быть предоставлено жилище из Государственного жилищного фонда, осуществляется через сонные условия и порядок предоставления данного жилища определены законом о жилищных отношениях. Кроме этого, Акиматы публикуют списки получивших жилье и очередности граждан в средствах массовой информации. По направлению жилье для всех категорий граждан по линии Жилстройбербанка, пул формируется из числа вкладчиков по их заявлениям в соответствии с требованиями банка. Списки также публикуются на сайте банка. По направлению жилье для молодых семей, жилье по линии казахстанской ипотечной компании, в программе определен порядок предоставления жилья, взаимодействия между участниками указанных программ, требований, претендентам и порядок их отбора. Для повышения прозрачности механизма реализации арендного жилья с правом выкупа в состав жилищных комиссий входят представители НДП Нуратан, общественных организаций, СМИ, депутаты Маслихатов. Кроме этого, все материалы программ можно получить в Акиматах и в организациях, по линии которых реализуются различные направления программы. Вместе с тем, несмотря на проводимую работу, в эти вопросы считаем необходимым принятие дополнительных мер по повышению прозрачности программы. В первую очередь, совместно с Акиматами надо наладить постоянную работу с населением по разъяснению положений программы. Недоработки в этом вопросе имеются, и на местах Акиматы принимают меры по решению этой проблемы. Необходимость этой работы мы также видим по тому огромному количеству вопросов, которые поступают на блок министерства. Также мы убедились на практике, что надо постоянно отрабатывать и совершенствовать правила, механизмы, процедуры, предусмотренные в программе с целью их упрощения. В частности, предусматривается упрощение финансовых условий и совершенствование механизмов реализации жилья по линиям «Жилстройбербанка», «Вахстанская ипотечная компания», «Фонд недвижимости», «Самрук Казна». Предусматривается приоритетное распределение реализации жилья очередника МИО по указанным трем основным направлениям программы в пропорциях по линии «Жилстройбербанка» 50%, «КИК» 70%, «Самрук Казна» 100%. По всем направлениям в случае недобора участников из числа очередников МИО уже реализуются операторами и другим участникам этих направлений. Параллельно принимаются меры по снижению себестоимости строительства на основе применения передовых технологий и использования типовых проектов. Наряду с внедрением индустриальных методов строительства, работа ведется по типовому проектированию. Кроме того, ведется работа по стимулированию жилищного строительства путем внесения изменений и дополнений законодательства о долевом участии в жилищном строительстве. Соответствующий законопроект в настоящее время подготовлен и проходит процедуру согласования. В результате реализации программы «Доступное жилье» за период 2020 года будет сдана в эксплуатацию 69 миллионов квадратных метров жилья, улучшат жилищные условия около 1 миллиона семей. Доля строительных материалов отечественного производства на внутреннем рынке увеличится с 65 до 90%. Доклад окончен.